Здравствуйте, меня зовут Якунькова Анастасия Алексеевна. Тема лекции – сквернословие среди подростков, его причины и методы ликвидации. Все чаще на улицах, в молодежных общественных местах и даже в учебных заведениях мы слышим нецензурную лексику, которая находит место, казалось бы, в совершенно обычном диалоге. Подростки являются самым распространенным контингентом употреблений сквернословия, но нельзя утверждать, что данная проблема является отголоском современности. Она находит отражение и в других эпохах. Итак, рассмотрим, что же такое сквернословие и откуда к нам пришли бранные слова. Сквернословие – это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами, бранью. У этого явления много определений – нецензурная брань, непечатные выражения, нецензурная лексика. Ненормативная лексика рассматривается как оскорбляющая собеседника и негативно характеризующая говорящего, в связи с чем в общественном мнении она рассматривается как подлежащая исключению из публичного употребления, то есть из употребления в общественных местах. При этом она, тем не менее, имеет узкие сферы своего употребления. Нецензурная лексика – это экспрессивная лексика, которую общественное сознание полностью запрещает в публичном употреблении, то есть в общественном месте. Общественным местом, применимым к речи, является любая ситуация общения, в которой присутствуют люди, хотя бы один человек, не входящий в узкий круг общения кого-либо. Нецензурных слов в любом языке немного, но именно поэтому они при их использовании в речи производят исключительно сильное впечатление. В русском языке нецензурных слов всего четыре, все остальные являются лишь производными. Издревле нецензурные слова в русском народном языке именуются сквернословием от слова «скверно». В словаре «Даля» сказано «Скверно – это мерзость, гадость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно, нечистота, грязь и гниль, тление и мертвичина. Нравственное растление – все богопротивное. Ругательство – очень древняя единица языка. Аналоги ругательств этнологи находят повсеместно и в животном мире. Ругательства возникли как угрозы, как демонстрации агрессивности, власти и доминирования. Исследователи русского языка считают, что матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-татарами, как утверждают многие. Они имеют исконно русские корни. Изучение русского фольклора позволяет сделать вывод о том, что в Древней Руси мат является ничем иным, как заклинанием, формулой против нечистой силы. Через материную брань люди вступали в общение с нечистой силой, как бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь. Знахарки, бабки, шептуни и жрецы использовали сквернословие в своих заговорах, насылая проклятие. Но бронить детей матом было нельзя, иначе они будут мучимы злыми духами. Материться в доме также было нельзя, духи будут жить в этом жилище. Раньше нельзя было ругаться в лесу, леший может обидеться, на берегу реки или озера оскорбиться водяной. В русском языке бранные слова называются матерными. В древнерусской литературе и в народной традиции запрет на матерную брань связывался с представлением о том, что матержина оскорбляет мать, сырую землю, а позднее с принятием православия, богородицу и родную мать человека. По народным нравственным представлениям славян, бронящийся матом оскорбляет не только мать собеседника, сколько собственную мать. Именно так еще много веков назад сквернословие было безнравственным и противоестественным явлением. Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не было распространено, но являлось уголовно наказуемым. По соборному уложению за использование непотребных слов налагалось жесткое наказание, вплоть до смертной казни. Потом пришли иные времена. Грубая брань звучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улицы городов. В XIX веке сквернословие постепенно изруганье превратилось в основу языка фабричных, рабочих и мастеровых. После революции мат вошел и в лексикон всех слоев общества. Сквернословие в общении, к сожалению, получило в современной подростковой среде такое же распространение, как и другие дурные привычки, и стало бытовым явлением. Сквернословие стало распространенным и будничным. Не стоит отрицать, что как в делах, так и в словах мы проявляем себя по-разному. У одних подростков сквернословие вошло в привычку, и в любой обстановке они не могут связать двух слов без того, чтобы не выругаться. Другие обычно ведут себя более сдержанно, но непременным атрибутом, чисто мужского. Разговора считают словцо, с помощью которого подчеркивают доверительный или раскованный характер беседы. Третье относится к брани брезгливо, вырукоза для них немыслимо. Но таких подростков меньшинство, и они никак не влияют в этом вопросе на своих сверстников. Роль нецензурных слов в современном языке требует пояснений. Чаще всего первые матерные слова человек усваивает в детстве, если не от родителей, то от школьных товарищей. В подростковом возрасте, когда взрослеющему человеку хочется быть старше и попробовать все соблазны, предлагаемые обществом, нецензурная лексика оказывается простым способом ощутить себя крутым и независимым. Но такое поведение не станет для подростка нормой, если он не найдет поддержки и одобрения от сверстников. В большинстве случаев подростки начинают ругаться в компаниях, где кто-то начал, а остальные подхватили. Причина возникновения сквернословия среди подростков Во-первых, нецензурная лексика приобретает роль важного символа зрелости и независимости. Подростки используют брань как средство интеграции в общество старших, средство повышения статуса. Подросток быстро усваивает, если мат лексика старших, запретный для ребенка, то приобщиться к вожделенному взрослому миру можно, нарушив это табу. Ведь поступками выразить свою взрослость намного сложнее. Понадобятся еще долгие годы, чтобы делами доказать свою личностную автономию и самостоятельность. В этой причине проявляется искаженное понимание подростками взрослого мира. Во-вторых, по одной из версий, которая вполне согласуется с идеями Фрейда, ругательство выступает средством разрядки эмоционального напряжения. Для многих подростков окружающий мир не очень уютен и населяющие его люди не очень дружелюбны. Силе защититься от угрожающего несовершенства мира и возможной агрессии со стороны ближних, человек отвечает встречной агрессией. Это позволяет почувствовать себя не жертвой, а активно обороняющейся стороной. И сама способность дать отпор приносит утешение. В-третьих, сквернословие стало общепринятым молодежным правилом, и отказаться от него во многих случаях означает противопоставить себя тому кругу, которому хотелось бы или приходится принадлежать. Иной подросток начинает материться в кругу товарищей, дабы просто не оказаться белой вороной, не прослыть ботаником или маменькиным сынком. В-четвертых, бранная лексика может использоваться подростками как орудие бунта, как вызов взрослому миру. В-пятых, интеллектуальный уровень некоторых молодых людей нельзя назвать удовлетворительным, и для такого подростка внятно выразить свою мысль – большая проблема. Для таких юношей и девушек из обидного словарного запаса затруднительно подобрать подходящие слова, и ругательство является своего рода междометием, заполняющим неизбежные пустоты в убогой речи. Еще одной причиной употребления нецензурной лексики является принадлежность подростка к так называемой группе риска. Подростки из неблагополучных семей, сироты, педагогически запущенные подростки. Данный социальный фактор говорит об отсутствии должной социализации у молодых людей и, как следствие, употреблении матных слов в речи. Чем же все-таки опасна нецензурная лексика? Часто брань остается ненаказуемой, хотя она является нарушением моральных норм общества. Тем самым в людях формируется ощущение безнаказанности, что приводит к нарушениям более пагубного характера. Зачастую нецензурную лексику используют в качестве более краткой эмоциональной формы ответа в конфликтных ситуациях, перепадах настроения и тому подобное, что атрофирует у человека способность анализировать ситуацию и излагать свои мысли, объяснять причину своего поведения. Нецензурная лексика может формировать в человеке неправильные качества, даже черты характера или же больше их подчеркивать. Человек, использующий мат, зачастую циничен, у него отсутствуют позитивные мысли, что, несомненно, влияет на его жизненный настрой и будущее. Давайте представим, что человек почти все время находится в окружении людей, часто использующих нецензурную лексику даже в обычном общении. Что с ним произойдет? Да, он станет потихоньку перенимать эту вредную привычку, особенно если мы говорим о подростке, который еще не имеет своей твердой жизненной позиции. При этом формируется новый неправильный стиль общения, который подразумевает лишь обмен эмоциями вместо реального обсуждения. Также брань отнимает у человека способность к логическому и последовательному мышлению. Она задает стандарты, клише, что разрушает механизм связанной и обдуманной речи. В функции нецензурной лексики чаще всего выступает эмоциональная разрядка. В конфликтных ситуациях такой исход не приведет к решению проблемы, а лишь оставит все на прежнем месте или даже усугубит ситуацию. Существуют данные, что брань влияет на структуру ДНК человека, его здоровье, процесс увядания цветов и структуру воды. Масару Эмото проводил эксперимент со льдом, который менял свою структуру в зависимости от того, что человек говорил в воде, а также знаменитый эксперимент с рисом. Но все эти ненаучные методы доказать сложно, хотя бесспорным остается тот факт, что посыл, который мы вкладываем в нецензурную лексику, это злость, гнев, обида, непосредственно влияет на психологическое, а следовательно и физическое состояние. Все зависит не от звуковой оболочки, а от эмоций человека. Борьба со сквернословием Реальная цель, которую нужно ставить перед собой в борьбе со сквернословием, не искоренить и уничтожить нецензурную лексику, а научить пользоваться ею, чтобы предотвратить публичное сквернословие. Эта задача является достигаемой и выполнимой. Прежде всего, каждый родитель обязан развивать речь своего ребенка, учить выражать свои мысли грамотно, а эмоции культурно. Второе очень важное правило – объяснить подрастающему поколению, что брань нельзя употреблять в общественных местах. Ругательство – это всего лишь набор звуков, который, как правило, не несет в себе что-то ужасное. Человек легко может выговориться про себя или себе под нос, но только чтобы этого никто не слышал. Следующий метод заключается в предложении придумать собственные слова, выражающие какие-либо эмоции и заменяющие нецензурную брань. Их можно употреблять при свидетелях и создавать из уже известных слов. Детям, подросткам и молодежи бесполезно запрещать мат, поэтому лучше разрешить, но ограничить. Нужно объяснить такое ограничение тем, что многим людям не нравится слышать брань, им некомфортно. Родители, услышав из уст своего ребенка мат, могут ограничить место его употребления, сперва признав, что ребенок использует брань в своей речи, затем уточнив, что слышать это дома неприятно. Зачастую использование брани является своего рода эмоциональной разгрузкой, но такая функция есть у многих видов деятельности. Нужно создать альтернативу, например, прослушивание рок-музыки, занятие спортом, борьбой, танцами и т.д. И, конечно же, необходимо убрать нецензурную лексику со страниц газет, журналов и с экранов телевизоров. Сейчас цензура достаточно смягчилась, чтобы замечать мат практически во всех средствах массовой информации. Очень часто медийные личности используют матерные слова в постах социальных сетей, которым доступ легко могут получить дети. Звезда, являясь примером, эталоном для своих поклонников, задает неправильный стиль речи, прививая положительное отношение к брани. Полезно в данном случае взять пример с древних греков. Их трагедии полны убийств и страданий, но кровопролитие часто совершалось за сценой. От этого трагедии становились более возвышенными и реалистичными. Сквернословие стало легальным и крепко держится на этой позиции. Наша задача – искоренить сквернословие, но прежде всего начать нужно с себя. Я очень надеюсь, что данная лекция вам понравилась и вы узнали что-то новое. Спасибо за внимание!